здравствуйте имя нашего сегодняшнего гостя хорошо известно в курортном районе в колпинском районе а вот почти целый год она на слуху и у всех петербуржцев почему да потому что анатолий павелий сейчас здесь в нашей студии в качестве вице-губернатора санкт-петербурга анатолий тольч рада вас приветствовать добрый вечер я тоже рад вас видеть да к сожалению прошло довольно много времени после нашей последней встречи но очень много что изменилось в вашей жизни мы с интересом наблюдали на все метафорхозы которые происходят с вашей карьерой и с удовольствием отмечали это движение хочу сказать нашим гостям нашим телезрителям что телефон в студии по-прежнему триста сорок семьдесят три шестьдесят два по нему вы можете задавать свои вопросы нашему гостю в конце передачи я прошу его определить наиболее интересные вопросы телезрители его задавшие получит приз это сертификат от медицинского центра маршал ну вопросов очень много к вам но чтобы учесть все-таки небольшой наш формат временной это всего лишь час хочу сразу вас спросить какие сферы вы курируете как вице-губернатор санкт-петербурга что в вашем введении в моем введении мне доверено руководить отраслями такими как жилищный комитет то есть все что связано с ответственно с жилым фондом комитет по благоустройству государство административно-техническая инспекция государственная жилищная инспекция гостехнадзор это регистрация и другие иные действия с с различной техникой в том числе аттракционы и кураторство 18 районов административных районов санкт-петербурга а у нас уже и звонок давайте послушаем нашего первого телезрителя здравствуйте вы в прямом эфире пожалуйста ваш вопрос как вас зовут романов андрей пожалуйста андрей анатолий павелев большое вам спасибо я вам периодически в контакте пишу помню ответы отвечаете вопрос у меня такой в белоострове новое шоссе дом 4 есть 7 квартир из них 5 признана уже аварийными администрации курортного района выдано уже распоряжение вопрос когда администрация петербурга спасибо андрей андрей действительно мой частый интерьер по сети вконтакте да по этот вопрос поднимался значит я хочу чтобы на данный момент сказать как конкретно дату время выделение квартир это уважаем уважаемым жителям я не смогу вот нет мне такой информации с собой поскольку это не домашняя заготовка но могу сказать что администрация санкт-петербурга жилищный комитет не держит их эти квартиры про запас поэтому все очереди и все нуждающиеся по получении квартир они получают по мере освобождения этих квартир уважаемых категорий жителей очень много тех которые 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 которым требуется получение жилья безусловно это аварийный фонд о котором говорил андрей это другие очередники льготники это сироты это те кто многодетные семьи вот и конечно всех весь квартирный фонд который имеется в наличии кратчайшие сроки передается но пользуясь случаем я хочу сказать и о том что с этого года программы жилищные программы которые как раз нацелены на удовлетворение жилищных потребностей жителей санкт-петербурга решением нашего губернатора и сам еще беглого профинансирование многократно то есть если до этого в предыдущий год на эти программы была заложена сумма чуть больше 6 миллиардов рублей то на сегодняшний на этот год и на последующие три года сумма более 54 миллиардов рублей поэтому вопрос расселения коммунальных квартир представление квартир льготникам еще раз говорю уважаемым категориям участников боевых действий ветеранам многодетным семь сиротам эти программы очень хорошо профинансированы бюджетом и сейчас мы покупаем жилье у застройщиков выкупаем жилье для того что предоставить льготным категориям есть еще очень интересный проект который вот сегодня я андрей как подписаны на меня в контакте может зайти там будет отчет очень красивый проект это в калининском районе в районе полюсовского проспекта целый квартал который был построен еще в тридцатые годы пришел очень жуткое состояние и центр доступного жилья это тоже структура нашего жилищного комитета в этом в этом уже этим летом и начнем выдавать ключи то есть берутся старые здания которые в очень серьезном катастрофическом состоянии находится из них делается жилье приспосабливается к современным требованиям в данном случае вот было были утепление стен было сделано по к геоповскому заданию очень качественные стекла были сделаны стеклопакеты и так далее вот это вот это жилье будет представляться очередникам на очень годных условиях 120 тысяч квадратный метр при этом оплата жилья только 30 процентов остальное беспроцентная льгота субсидия на 10 лет поэтому очень популярны это и мы очень такие интересные проекты тем что возвращаются в эксплуатацию старые здания ближайшие ближайшие месяц в июле уже получат квартиры на кирпичном переулке и ряд таких адресов когда очень качественно с любовью сделаны эти дома внутренняя отделка заезжай и живи ну так расставить мебель уже мы применяем при реконструкции этих домов при их восстановлении применяем различные новые методики там греющий кабель то чтобы не было сосулек там и противопожарная охрана меняющиеся возможности изменения температуры в отдельных помещениях то есть все так по последнему слову очень большой любовью и очень пользуется большим большой популярностью такое жилье раз уже заговорили о жилье да хотел спросить а существует петербурге сейчас проблема расселения коммунальных квартир это такой бренд питерский безусловно что эта проблема еще остается но острота острота уменьшается по мере их расселения конечно с каждой расселенной квартиры острота все меньше но тем не менее естественно на что тот огромный массив который достался от предыдущей эпохи он на данный момент не расселён но еще выделяются огромные огромные средства это для того чтобы все эти про жилищные программы двигались и сейчас они троекратно увеличены для того чтобы удовлетворить потребности в самом наверное одном из самых главных для любого человека как бы это крыша дома твоего головой звонок у нас в студии и мы слушаем нашего телезрителя пожалуйста добрый вечер ваш вопрос здравствуйте как вас зовут алло алло сусанна очень приятно слушаем вас скажите пожалуйста я звоню в интересах своих родителей по поводу жилья поселке песочник у родного района города санкт-петербург а по адресу улица речная дом 31 2 1 квартира 1 квартира появлена непригодной для проживания кроме того в ней произошел пожар за место доставлено жильем спасибо за ваш вопрос ну конечно себя был волшебники а прямо сейчас бы кого предоставка жилье я думаю что сусане необходимо держать связь с жилищным отделом курортного района которые всегда дадут ей актуальную информацию по родителям которые попали в такую сложную ситуацию я своей стороны могу сказать что раз этот адрес прозвучал в эфире конечно возьму запрошу коллег из курортного района о том какие какие перспективные сроки есть и попрошу чтобы они заявительницы обязательно сообщили на тех перспективах которые есть вот любопытно немножечко такой сбой в вопроснике вы возглавляли колпынский район это история насколько я представляю она более приближенная к людям вы выходили наверное из своего кабинета могли пройтись по улицам посмотреть как что происходит могли просто так сказать инкогнито про просочиться где-то и вот такой контакт с людьми мне кажется он очень полноценен и он очень обогащает человек который занимается вот такой проблематикой как вы а сейчас вы уже ну то что называется небожитель вы житель смольного все-таки дистанция между простым человеком реальным человеком вот нашими телезрителями которые задают вот такие житейские обыденные в общем вопросы которые для них очень важны эта дистанция чувствуется вы не боитесь потерять вот этот вот контакт с живой жизнью но все что вы сказали абсолютно правильно подпишусь под каждым словом что контакт терять нельзя вы нельзя отрываться как бы в облака или подниматься высоко от земли нельзя отрываться потому что все все что ты делаешь как бы ты делаешь как раз для земли вот поэтому в общем то и во времена работы в славном городе зеленогорске и в администрации курортного района и в колпинском районе конечно так таких возможностей было больше контактов с людьми сегодняшняя сегодняшняя работа она больше предполагает такой ну причем вот как раз то работа на земле она самая интересная и как-то из губернатора мы говорили об этом и он он всегда об этом говорит что работа на земле самое интересное сегодняшний формат работы в смольном качестве вице-губернатора конечно он ограничивает но у нас появились новые виды коммуникации до этой страничка вконтакте где можно узнать пообщаться скажем так с жителями до присылают очень много обращений самых различных и стараюсь на них на все ответить но не всегда этот ответ как бы вот может удовлетворить да здесь тоже нужно с пониманием относиться что до власти много но не бог вот поэтому помимо этого можно посмотреть чем чем живут твои друзья чем живет территория с которой пришел зеленогорск курортный район полпинский район чем живет залив тв тоже можно посмотреть вот в социальных сетях хотя конечно не что это не заменит живое общение поэтому по возможности и сейчас особенно вот период подготовки к реконструкции жилищной коммунальной сферы по уборке внутриквартальных территорий как бы мы делаем объезды и я стараюсь максимально услышать вот что что думает об этих наших планируемых изменениях те кто непосредственно работать на земле люди в оранжевых жилетах как они оценивают все правильно мы делаем или нет то что мы на ли в штабе то нарисуем любую схема но она должна быть жизненная должна быть правильной должна быть логичной и эффективной поэтому зну стараюсь не отрываться от земли ну помимо этого есть семья дети друзья с которым тоже кого контакта не теряю и вот подтверждение наших слов о связи с землей еще звонок нашего телезрителя алло алло слушаем вас здравствуйте здравствуйте да пожалуйста вас зовут меня зовут татьяна я приезжая приехала из города ставрополя в гости но я просто люблю этот город потому что я 77-го по 83-й год училась в медицинском институте я очень люблю санкт-петербург очень люблю санкт-петербург очень большие проблемы встречать чтобы нас в гостей просто приезжать потому что всегда большие пробки вот а в общем город прекрасный и старец я просто восторг и я пожелаю вам просто хочу спасибо большое вы когда вернете ставрополь низкий поклон старопольской земле и тоже у меня там много друзей я был в городе ставлю был миллерово конечно замечательный замечательный край наша житница поэтому всем большой привет вот видите сестралец как притягивает жителей они нашей страны они объятны мы продолжаем наш диалог сегодня у нас в студии вице-губернатор санкт-петербурга антон анатольевич павелий свои вопросы нашему гостю вы можете задавать телефону 340 73 62 победитель сегодняшнего конкурса зрительских вопросов получает приз от центра медицинского маршал это сертификат на услуги этого центра мне очень хочется еще узнать в эту раз мы заговорили об изменении масштаба очень важно для меня как для журналиста получить из первоисточника что информация когда меняется масштаб работы чиновника да вот возглавляли зеленогорск вот колпина район а сейчас вы вице-губернатор вот с высоты этого сегодняшнего положения вы видите какие-то просчеты можно своей работе скажем на должности главы зеленогорска что то можно было бы сделать по-другому масштаб то уже другой знаний уже больше ну конечно безусловно что оглядываясь назад и наверное это и должно быть и присуще любому человеку особенно если он еще идет по по какому-то по какой-то по какой-то лестнице обязательно нужно анализировать что ты сделал не так стопроцентно эффективных людей не существует хотя может быть кто-то на это претендует поэтому ну вот как говорят ученые что самый эффективный менеджер эффективен не более чем на 72 процента да поэтому одна треть это точно не реализованные идеи или идеи которые ушли в корзину поэтому да что-то что-то бы хотелось бы изменить но к сожалению это не дано ни одному человеку да не зови себя должен но я-то имел ввиду вот цель задачу такую вопросы своего сейчас распространено довольно таки как вот я наблюдаю наставничество в разных сферах а вот среди чиновников есть такая тему что вот вы например глядите на то что происходит в зеленогорске и своему коллеге говорите вот старик вот ты знаешь что вот не делай вот этого потому что это вот приведет вот таким-то результат интересный вопрос да но мой мой принцип уходя уходи поэтому но при этом не бросай своих своих не бросаем поэтому по запросу по запросу конечно же я обязательно подскажу или поделюсь каким-то опытом или или по службе или по запросу вот но так чтобы вот вы не взду я ушел но вы не вздумаетесь там ничего изменить это было бы неправильно потому что конечно у каждого свое видение но самое главное наверное это обеспечить преемственность чтобы не было резких колебаний потому что если начаты программы они должны продолжаться вне зависимости от того кто их начал когда нож если они полезные нужные ожидаемые прононсированы люди ждут этих программ и конечно если приходит руководитель говорит так все что до меня делалось это все забыли очень неправильно начинаем новую жизнь как бы да и вот вот здесь как раз это на мой взгляд контрпродуктивно поэтому скажем так по запросу или по по сегодняшней должности если я могу что-то подсказать я конечно обязательно подскажу замечательно звонок нашего телезрителя и мы хотим услышать его имя добрый вечер здравствуйте как вас зовут пожалуйста спасибо 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 как это будет все организовано потому что в общем-то нас лишает даже спасибо надежды когда спасибо надежда николай спасибо за оценку моего скромного вкладов гусос города зеленогорска но что касается строится биатлонной трассы не совсем скажем так мой мой конек потому что строится новых объектов это не моя сфера сегодняшней деятельности но тем не менее я хотел бы обратить внимание что история создания этой лыжной трассы уходит своими корнями тот период еще работал в зеленогорске и мы тогда всячески способствовали тому чтобы этот проект появился потому что за основу была взята база лыжная база прибой которую и сегодня приезжают сотни сотни лыжников которые желают заняться бегом и тогда родился такой проект который мы и население в том числе поддерживали средства биатлонной трассы к сожалению это было много лет назад изменил и прошло время когда выросла активность жителей и сейчас любой проект инвестиционный или иной он рассматривается под призмой ну скажем так очень серьезно и существует опасений ранее такой активности не было последние годы активность жителей она очень сильно возросла этому можно только приветствовать и самое главное чтобы был диалог поэтому сейчас сказать можно ли ее остановить и вопрос нужно ли ее остановить это не вопрос одного человека это вопрос должен решаться ну наверное коллегиально поэтому необходимо услышать доводы тех кто за строительство это раз еще раз бы проекту этому более но наверное десяти лет потому что первые работы начинались еще с мою быт на зеленогорске а я собственно с тринадцатого года там уже не работаю и послушать все за и против и на мой взгляд такие проекты служат развитию в том числе города зеленогорска ведь если будет построена такая трасса это создать . создать точку притяжения до для петербуржцев для проведения серьезных соревнований и мероприятий вот ханты-мансийский гордятся своей биатлонной трассы оттуда вышло огромное количество именитых спортсменов да то есть условия есть и это дает развитие дает свою точку притяжения и здесь вписывалась вот по нашей тогда еще видению концепции почему поддерживали потому что пухталова гора как горнолыжный курорт база прибой как биатлонная трасса да то есть сразу же автоматически наверное будет пересмотрено вопросы железной дорогой по облегчению доступности с комитетом по транспорту будут корректировки введены наверно произойдет расширение проспекта ленина для того чтобы сегодняшний день остается узеньким наверно это даст толчок и расширению зеленогорского шоссе которое давно уже просится своей реконструкции поэтому я бы вот сейчас однозначно вот как эксперт который знает все не хотел бы выступать я думаю что нужно выслушать детально высушить посмотреть весь этот проект безусловно что важно каждая травинка каждый кустик важен но и жизнь нельзя останавливать ведь это трасса которая даст еще раз говорю возможность заниматься и взрослым и детям и замечательным видом спорта это это нужно и здорово как бы мы не можем ну скажем так же жить и только собирать ягодки в лесу и грибочки поэтому я бы здесь вот ушел бы от категоризма и и безусловно что будут слушания и отвечают мои коллеги на запросы по строительству этой трассы нужно просто услышать друг друга чтобы не получилось так что вот мы вот поставили стоп и вот будем жить при свечах как бы не надо нам не электричество не кабелей тут никаких вот мы вот чтобы этого не произошло к сожалению это часто сейчас происходит хорошо что же мы вернемся к этому вопросу я знаю что мы вернемся к вопросу не раз сегодня 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 а а пока слушаем нашего телезрителя добрый вечер добрый день как вас как вас зовут да да здравствуйте галина васильев здрасте галина васильев конечно у меня канаторий анатолий нет вопросов кроме слов благодарности спасибо анатолий анатолий всегда своей работой оставляет добрый свет я могу много пересеклить добрых дел но в этой стране меня остановит я то что он будучи председателем совета земногорска земного один из лучших городов корейства земешейка будучи городом Ковнина или депрессивного поселка металлострой сделал культурный центр а заодно то что он установил память из детям ваниль это вообще всех от малышей да и в губернаторской работе с губернаторской справляется отлично а анатолий анатолий значит что могу сказать значит мне кажется что вы являетесь все таки образцом для нас образцом чиновника во первых воспитанник во вторых грамотных третьих доброжелательных и доступен к общению ну я не говорю что спасибо 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 галина васильевна я ревную вы мне ни разу не говорили вы звоните на каждую нашу передачу вы мне ни разу не говорили что я образцовый журналист и там ну красавец ну это так это пусть будет на вашей совести вот что я хотел сказать по поводу предыдущего вопроса по поводу трассы да ведь курортный район действительно уникальный район я имею ввиду природные богатства да вот поэтому я согласен с тем что наша вот зрительница надежда николаевна вот заговорила про грибы и ягодки но это условные грибы и ягодки я бы обобщил и сказал обо всем том необыкновенном состоянии природы которая здесь имеет место быть вот как бы любые планы любые проекты мне кажется должны органично вписываться в вот в этот ландшафт наш вот этого курортного района не травмируя его и не конфликтуя с ним вот если это будет происходить то что угодно хоть извините там ну ракетный космодром здесь можно построить если он впишется вот в этот эту концепцию нашего района ну таково мое мнение просто вот я да я полностью согласен с вашим мнением за исключением космодрома космодром перебор да а то что касается еще надо найти правильную грань и слышать друг друга ведь те кто скажем так предлагают или разрабатывают такие проекты но мы с вами понимаем что в центре города биатлонная трасса наверно неинтересно мы с удовольствием смотрели олимпийские игры победу наших лыжников мы видим что есть к этой трассе определенные технические задания да то есть она должна быть и холмистой и должны быть такие участки такие участки найти это в городе но и смотрите бельность наверно таких соревнований было бы не очень интересной поэтому то что предлагается как минимум нужно не отвергать сразу же а посмотреть и изучить а может быть действительно и для зеленогорска это был бы серьезный серьезный ну скажем так толчок к развитию детского спорта ведь сегодня замечательный стадион на спартаке да он появился ну скажем так он реанимировался благодаря чемпионату мира по футболу это здорово это уникальное поле очень серьезные были вложены средства для того чтобы это поле возникло и то что было до ну скажем так пришло в определенное сложное состояние там был собственник который одна из структур которая была собственником не не тратилась на его содержание и поддержание его достойном состоянии то что сейчас сделано это служит на народу это служит всем поколением зеленогорцев как бы и тем кто приезжает не стыдно да потому что играли у нас англичане и они дали очень высокую оценку этому этому про проекту а было в принципе с советских времен такое поле которое за годы экономических реформ стало просто полем бы стало просто полем да с буерагами со всеми со всеми соответствующими аксессуарами вот поэтому еще раз говорю как бы любой проект нужно смотреть конечно просто слышать друг друга обсуждать корректировать и никто не покушается на первозданность природы есть есть конечно откровенные проекты с которыми я как житель курортного района не согласен но есть и такое как частная собственность и так далее поэтому я не буду перечислять и были объекты с которыми я сражался как глава муниципалитета города зеленогорска были проекты которым сражался уже первым заместителем вот где-то удавалось победить где-то где-то тем не менее они реализовались и страсти вокруг них улеглись хотя до сих пор у меня как бы претензии к этим проектам есть поэтому всегда нужно нужно слышать друг друга слушаем нашего телезрителя еще звонок пожалуйста ваш вопрос да пожалуйста здравствуйте как вас зовут закрыт закрыт вокзал на ремонт на реконструкцию обещали поставить будку где люди когда дождь идет например человек 20 могли там укрываться от дождя год уже прошел этого нету на то ли поверье можно вас попросить я хотел просто сказать что у нас студия анатолий анатолий анатолиевич повели как вас зовут как вас зовут меня очень приятно да и пожалуйста продолжайте спасибо андрей спасибо ну начну с со второго вопроса все что сделано все что делается благоустройстве в данном случае безусловно что я уточню кто это делал есть гарантийные сроки и эти сроки как бы не не год не два три более лет поэтому по гарантии безусловно что подрядчик поменяет все это но андрей обратил внимание я коллег обязательно запрошу с администрации района чтобы мы смогли это дело поправить то что касается железной дороги и вокзала это сфера деятельности октябрьской железной дороги но наша задача не отфутболивать андрея романова к железной дороге я думаю что мы с коллегами обратимся к ржд на предмет того чтобы такое достаточно скромное пожелание но крайне необходимы людям было исполнено конечно 340 73 62 телефон нашей студии по нему можете задавать свои вопросы нашему сегодняшнего гостю а в гостях у нас сегодня вице губернатор санкт-петербурга анатолий анатольевич повелий победитель конкурса зрительских вопросов сегодня достанется приз от медицинского центра маршал это сертификат на услуги этого центра вот любопытные тут мы с вами задели темы связанные с тем что если раздается какой-то новый проект для какого-то района да то нельзя сразу его огульно отрицать или наоборот сразу огульно принимать что называется требуется всестороннее такое вот обсуждение но иногда бывает ведь так что жители настаивают что вот этого мы не хотим видеть в там условно в районе да реализация этого проекта а все-таки когда проект реализован оказывается что он очень удачный и очень многих привлекает вот как быть с тем чтобы с одной стороны вот вы тоже произнесли очень важную для меня фразу о том что активность граждан наших за последние годы возросла конечно вот это момент очень приятно это возникает действительно та обратная связь о которой мы вот и говорим да то взаимодействие граждан и власти так вот граждане могут быть иногда чересчур активны в решении каких-то вопросов и в общем то ну них своя правда может быть какая-то которая не может соответствовать объективной правде вот как все-таки решать вот эти вопросы когда ну например вы понимаете что да это хорошо бы было сделать хорошо было реализовать а вот есть какое-то противодействие этому но как договариваю любой конфликт начинается заказа качестве диалог поэтому ничего нового я здесь не открою как бы и любой сфере будь то в политике или вот в данном случае вопросах строительства или благоустройства должен быть диалог но при этом обе стороны должны не только излагать но и слышать но зачастую ведь есть жители которые действительно считают себя экспертами инициативные граждане кто считают себя экспертами во всех вопросах и они дают оценки которые по их мнению как бы окончательные обсуждение подлежат я вам приду пример как бы да и в колпинском районе дорога которая ведет храму александра невского к месту битвы александра невского самая старейшая дорога санкт-петербург шлиссербургское шоссе и на этом на это это шоссе это булыжные булыжники как бы с тех еще давних давних времен и более 300 лет естественно этой дороге помимо этого береговая линия невы под подмываемая собственно невой начинает сползать и для того чтобы укрепить чтобы не сползли дома шуми спала эта дорога ну прошли века до необходимо провести работы сделан проект выделены огромные были деньги более миллиарда рублей на то чтобы сделать эту дорогу спасти этот сползающий берег и при этом значит перебрать каждый из этих булыжников собрать сделать основу современную основу который будет выдерживать как бы и транспорт который для жить и жителей которые там проезжают и иногда и грузовой транспорт должен проехать то есть хороший нормальный проект который прошел все экспертизы и в какой-то момент реализации возникает инициативная группа во главе с очень симпатичной женщиной которая вся переживает как бы за этот весь поселок устежор и она говорит как бы что вот это все что дело сделается неправильно что вот сносятся деревья которые растут на склоне но склон невозможно сформировать не вырубив деревья потому что если мы если их подрядчик засыпет там до середины они жить не будут ну то есть есть некие условия и эти проекты рисуют не те кто там ненавидит деревья деревья филы какие-нибудь а это делают люди которые исходят из того что что нужно сделать они собрались инициативный групп пригласили с города каких-то специалистов такого же уровня и те говорят что нет вот нельзя так делать и все нельзя так укреплять берег нужно вот гранит вот чуть ли не видит как вот в центре петербурга итогом они достучались до сейчас до прокуратуры до до всех на свете проект начал рассматриваться внимательно итогом деньги были изъяты на другой объект как бы строительство остановилось потому что миссия оказалась невыполнима через четыре месяца звонок приходит запрос бумажка что службу госрос природнадзора поступило заявление от этой симпатичные инициативные женщины о том что спасайте берег то сползает вот поэтому такой серьезный проект на который был уже выбран и очень опытный подрядчик все работаете организовал комитет по развитию транспортной инфраструктуры и проект был остановлен ура победили но дорога сползает до сих пор в этом году уже я наблюдаю уже со своей сегодняшней должности что опять была вторая попытка все-таки перебрать эти булыжники уже про берег берег еще стоит под вопросом как укрепление перебрать эти булыжники положить под них современную как бы бетонную основу и сверху сделать визуально это будет выровнено это будут возмещены утраченные элементы части этого этого шоссе то есть будет все сделано красиво здорово на современной нормальной основе но камни остановятся исторические опять значит опять против все отметаем никого не слышим как бы нет стоп этим работам и преодолеть это сопротивление не ну не невозможно как бы до попытались объяснить не слышите но значит миссия не выполнима сворачиваем проект все строрецкий хочу сказать что как как житель сестра резко я наблюдал еще не без этой должности наблюдал за тем как была попытка очень провести работы в среднем верхнем и нижнем парке да и сейчас как бы собираясь на эфир и догадываюсь о том что может пойти разговора вот этих вот наших зачастую недопониманиях поднял перечень работы которые должны были быть сделаны проредить убрать сухостой до проредить все-таки чтобы это был не лес а действительно это был парк ну похожие на парк сделать дорожки как бы оставив их ну просто отремонтировал дорожки поменять садовую мебель скамейки урны ну то есть привести это все в порядок проект был очень хороший но опять же нашлись жители которые инициативно выступили вот и с высоким градусом как бы я смотрел видео в том числе на вашей страничке имеется залив тв выступили жители которые не тут нам этого не надо а я хочу сказать что но это мнение инициативная группа я считаю что эти работы бы не помешали потому что действительно поменять эти же скамейки и проредить и требует нет давайте оставим лес давайте оставим хорошо ли это ну тут надо надо искать какой-то середине больше есть пример с офицерским пляжем который оказался да то что то что делает за то что скажем так затевается или то что планируется сделать ведь изначально это тоже идет исходит инициатива от граждан и те большие проекты по созданию зон комфортной городской среды которые в том числе сейчас я курирую как первоначально это пожелание жителей сделайте вот мы здесь отдыхаем делайте и ну сделать это значит нужно нужно доверять тем проектантом которые проектируют применяют новые технологии новые практику на днях я был красногвардейском районе очень красивая красивая территория который называет парк космонавтов как бы хотя и там рядом учебное заведение молодежь отдыхает который учится в этих учебных заведениях сделаны красивые дорожки сделаны красиво все очень здорово с максимальным сохранением вот никто не злоупотребляет плиткой асфальтом и так далее безусловно создать такой красивый конечно в россии органично писать современного сейчас проектируется пейзажный парк это огромная территория более 40 гектаров опять же там на границе ленинградской области и красногвардейского района где максим это на проект который там было 3 проведется конкурс было три участника великобритания участвовала италия победил наш наш наши ребята победили меду российские вот но и в этих странах но там уже англия где каждый квадратный сантиметр на счету они разработали проекте органично вписали вот существующий пейзаж такого скажем так заброшенного леса речка ох то течет как бы и так все красиво вписано гармонично как бы не это делают люди которые посвятили этому свою жизнь поставить под сомнение эффективность их работы как бы но это субъективное мнение конечно звонок и мы слушаем нашего телезрителя добрый вечер пожалуйста ваш вопрос как вас зовут ваше имя будьте добры алло здравствуйте зовут вас как очень приятно пожалуйста ваш вопрос я слышу я слышу спасибо сергей спасибо сергей за вопрос но еще раз колес как говорится ответить на этот вопрос него потому что не совсем курируемая мной отрасль то что касается дома на кузнечном переулке насколько я знаю что это уже не в мою бытность начинала стройка но по отголоскам информации я знаю что там были проблемы с достройкой этого дома сейчас определен определенная компания которая безусловно достроит его для того чтобы не пострадали люди те которые являются дольщиками этого строительства судьбу вытрезвителя сейчас не готов сказать но я думаю что об этом можно уточнить у муниципалитете города зеленогорска и в администрации курортного района если это будет недостаточно и транслируем тогда повторить этот вопрос там пример у меня в контакте я обязательно попрошу коллег чтобы они ответили спасибо вот вы не так давно зимой по моему это было анонсировали такую тему как реконструкция отрасли жилищно-коммунального хозяйства не могли бы сейчас расшифровать хотя время остается совсем немного но пояснить что что имелось ввиду имелось ввиду но немножко вы широко взяли речь идет о изменении схемы или схемы системы содержание внутриквартальных территорий это очень важно для санкт-петербурга сам для большого санкт-петербурга для его пригородов то в как как содержать внутри квартальные территории это уборка снега это содержание контейнерных площадок содержание проездов тротуаров озеленение это полив это посыпка противолюдными материалами это уборка потом остатков этих этого песка и всего помывка и так далее и к сожалению последние годы показали о том что то ставка та система которая была сделана для того чтобы убрать хозяйственные функции у органов госвласти и передайте это на такое слово есть аутсортинг да на 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 им частных компаний которые будут убирать эти дворы содержать их правильном в нужном состоянии но к сожалению не оправдался потому что законодательство таково что мы отдавая заключая договор с организациями которые говорят да мы все уберем у вас есть силы у нас есть силы мы все уберем с ними заключается договор как бы падает первый снег второй третий снег оба выясняется что техники нет людских ресурсов нет есть были были ситуации это прокуратура вы выявляла что вообще в организации есть только бухгалтер директор и все и расчетный счет то есть они выигрывают потом ищут кто бы то бы все это убрал 15 как правило 15 апреля все это тает как бы в воду и концы в воду в полном смысле слова начинаются процессы там лучшем случае это расторжение замены и так далее поэтому вот это прошедшая сложная зима показала крайнюю неэффективность такой системы да мы не можем вот эту от вот эту часть работы которая который напрямую зависит безопасность людей отдавать ее на откуп компаниям которые которые работают поэтому мы делаем не совсем это реформа не сою мы возвращаемся к системе когда наши и наши районные жилищные агентства которые 15 лет назад эту эти функции прекрасно выполняли вот они будут выполнять это по госзадания мы закупаем губернатор поддержал это реконструкцию выделены из бюджета санкт-петербурга серьезные деньги на закупку более 1160 единиц техники технику мы подобрали с учетом специфики каждого района где узкие тротуары там побольше мелкой техники где необходимых средней большой техники вот все это подобрано и поступит в реорганизуемые районные жилищные агентства получат статус государственных бюджетных учреждений будет набранные люди мы хотим чтобы это было приличная нормальная зарплата для того чтобы дворник обрел свое уважительное отношение как это было сто лет назад на петербурге да что это был не просто главный человек уважаемый человек да вот поэтому зарплата от 40 тысяч для от 40 для дворников для механизаторов от 70 тысяч рублей при этом мы обеспечим всех желающих служебным жильем недорогим жильем койко место будет стоить ну порядка 6 тысяч рублей в месяц вот поэтому рассчитываем что не только петербуржцы среди коих механизаторов не так уж и много но и может быть пожелают отличиться жители ленинградской области близлежащих регионов вот набираем это и механизатором и дворником будет пересленно служебное жилье более того мы делаем став также берем такую очень важную задачу создать достойные бытовые и служебные условия для тех людей которые наводят и обеспечивают чистоту в городе это должно быть и для того чтобы они пришли понимали в красивом отремонтированном помещении они переоделись приняли душ собрались перекусили отдохнули и так далее очень спасибо звонок нашего телезрителя и вас совсем мало времени пожалуйста ваш вопрос добрый вечер как вас елена пожалуйста здравствуйте спасибо 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 такой очень интересный вопрос и я бы даже сказал претендует на самый интересный вопрос почему бы и нет я как житель курортного района честно сказать убежден в том что курортном районе уже все есть самое основное что в нем есть это сделала природа наша задача действительно максимально это сохранить и если мы рассматриваем а их тоже надо рассматривать инвестиционные иные проекты исключительно аккуратно вписывать их существующий ландшафт нашего района сожалению не все проекты последних лет особенно это относится к частному бизнесу который пользуясь своей неприкосновенностью в определенных разделах юридических как бы до любимые наши нами здравницы превратились в апартаменты и так далее как бы поэтому я считаю что району нанесен ущерб но в целом он 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 хороший красив и целостен таким какой он есть поэтому наша задача как бы наверное знаете как говорят вовремя остановиться это тоже очень большая победа поэтому я думаю что нужно беречь каждый и внимательно относиться каждому квадратному сантиметру нашего района но ни в коем случае не останавливать его развитие поэтому конечно району нужны и дом культуры которым так много говорили и действительно надо посмотреть такой знаковый объект да для всего северо-запада как биатлонная трасса если она будет это даст серьезный толчок и звучание и зеленогорской курортному району другие есть интересные проект мы подходить им нужно естественно что очень тщательно и смотреть то что касается бизнеса токс здесь ситуация что нужно сдерживать иногда иногда жестко сдерживать иначе тогда бы не появились бы не сумел я остановить да в моментально появилось это строение на золотом пляже это был 2011 год а заканчивается таково что прошло 12 11 лет прошло как бы до сих пор стоит этот абсолютно уродующий пляж как бы и абсолютно нереализуемый проект и до сих пор ломаются головы и копья как как его как его снести ну и ряд наверно других как бы есть но без ошибок как мы уже говорили это невозможно пройти дорогу ну что же кто становится победителем конкурс я я отдал бы победили могу сказал бы про последний вопрос или действительно он действительно правильный важный нужный он такой как бы вопрос который должен быть всегда номер один повестки дня когда мы говорим о курортном районе ну что ж елена поздравляем с победой в сегодняшнем конкурсе вы получаете сертификат от медицинского центра маршал но я для себя делаю какой вывод из сегодняшней передачи что встреча часовая встреча с вице-губернатором это издевательство над прежде всего ведущим ваши вопросов миллион и еще бы часика три тогда могли бы решить очень многое ну что что есть то есть спасибо вам огромное за сегодняшний визит интересно познавательно приятно надеюсь на то что встречи наши будут регулярными благодарю наших телезрителей отдельное спасибо тем кто задавал свои вопросы будьте здоровы хорошей погоды и увидимся ровно через неделю все добро до свидания а